Девочки, всем большой привет! Давно я не снимала видео и давно не было видео вот так лицом в камеру. Сегодня нашла немножко времени и решила снять обо всем, о всех моих рукодельных новостях. Последнее время у меня очень много работы и я затеяла дома делать косметический ремонт, поэтому он у меня проходит на выходных. Вот мы покрасили стены и запланировала я делать ремонт ванной, на кухне. Ну, в общем, такая тема домашняя. Немножко отступила я от рукодельной темы. Это к тому, что теперь видео немножко будут выходить реже. Я вижу, и у девочек стали более редко выходить видео. Но сейчас лето, все мы хотим куда-то поехать, отдохнуть. У нас уже лето в полном разгаре, очень-очень жарко стало. Будем ездить и на море. В общем, будем стараться все успевать. Ну и также я вышиваю. Вышиваю по вечерам, есть возможность. Но вечером я не люблю снимать видео, потому что нет хорошего освещения. И всегда вечером я уставшая, не очень хорошо получается. Поэтому вот сегодня все обо всем. Итак, подведем итоги мая. И в мае главные события, которые у меня произошли, это три оформленные работы. Начнем по порядку. Первая работа – это по набору Dimensions. Такая картина. Надеюсь, видно. По набору Dimensions эта техника, напечатанный крест, вышивается в три ниточки. Я покупала несколько наборчиков на официальном сайте Dimensions. Когда он существовал, сейчас Dimensions выкупила фирма GP Code, насколько я знаю. И этого сайта нет. А раньше там проводились часто какие-то акции. И можно было приобрести наборы со скидкой. Так я приобрела два наборчика в технике, напечатанный крест. Я об этом не знала. Просто мне понравилась картинка. Да, и я заказала. Была удивлена, но не расстроена. На мне было очень интересно попробовать новую для себя технику. И так у меня начал вышиваться. И вот, в принципе, вышелся этот дизайн. Кормушка птицы. Мне очень нравится этот сюжет. Здесь также используется, кроме креста и кладь, стежки из темстич. Ну, естественно, бэкстич. Вышивалась очень легко. И мне очень особенно понравились вот здесь вот эти вот сеточки. В общем, от вышивки я получила большое удовольствие. Но когда я закончила работу, мне казалось, что она немножко примитивна. И оформлять я ее не спешила и особо не планировала. Но каждый раз, когда я заглядывала в свои вышивки, которые не оформлены, я всегда на ней обращала внимания и думала, что, может быть, когда-то я ее оформлю. И вот в этот раз я решилась, думаю, возьму с собой, оформлю в простую рамку и пусть она меня радует. Потому что сюжет яркий, очень интересный. И хотелось его хотя бы какое-то время видеть у себя на стене. Придя в багетную мастерскую, сразу вот вопрос, вариант простой рамки у моего багетчика отпал. Но он мне стал предлагать какие-то свои интересные варианты. Он всегда мне что-то предлагает новое и оригинальное. В частности, часто мы стали использовать две рамы. И в этой работе мы также использовали две рамы. Внутренняя идет нежно-бирюзового цвета с потертостями. И внешняя рама беленькая. Мне вообще в последнее время нравятся очень белые рамки. Очень легко и изящно они смотрятся и подходят в любой интерьер. Картина преобразилась. Я, когда ее получила, была приятно удивлена. Совершенно не видно ткани. И вот нет этого эффекта от конвы, дырочек. И даже как и равномерку нельзя сравнить вот с этой тканью. Получается очень объемно. Ну, я думаю, я надеюсь, вам видно, насколько эффектно смотрится эта картина. И первое время я эту картину поставила себе на стол и просто любовалась. Не могла оторвать взгляда. Спокойный сюжет, яркие краски. Что-то в этой картине есть притягивающее. И сейчас она стала одной из моих любимых. Несмотря на то, что сюжет был такой простой и неоднозначный для меня для оформления. А вот в оформлении эта картина преобразовалась. В оформленном варианте эта вышивка смотрится совершенно по-другому. И мне кажется, знаете, вот мы, рукодельницы, наверное, не смогли оценить вот эти дизайны с напечатанным крестом. И поэтому их очень мало у Dimensions. В основном они все сняты с производства. Вторая оформленная картина, наконец-то, это мой Макс Рыболов от Dimensions. Которые я вышивала пару пеймейки вместе, они будут висеть. И оформила я этого котика точно так же, как мою кошечку. Вот в такой очень красивый багет коричневого цвета с потертостями и такими вкраплениями. Такие точечки есть, как будто шучок погрыз. То есть, светлое паспарту верхнее и нижнее темненькое. Эта картина почему-то получилась немножко меньше, чем Мэгги. Но оформление одинаковое и, думаю, смотреться будет хорошо. Хотя вот не могу понять, почему она получилась вот у меня чуть-чуть меньше. Не проверяла, были ли украдены какие-то крестики. Ну, разница небольшая, поэтому я не придираюсь, бог с ним. Вот, картину эту очень люблю. Ну, вы понимаете, да, Макс. Столько здесь деталей, столько красоты. Его можно рассматривать и рассматривать. Вот, наконец-то у меня получилось оформить. Очень этому рада. И картина номер три. Свежачок. Производство этого года. Вот совсем недавно я ее закончила. Это Ланарте. Скворечник в розовых розах. Этот наборчик мне предоставила фирма Гела. В рамках акции «Добровольцы на тестирование». Это был подарок от фирмы. Я с удовольствием вышла на одном дыхании. Картина вышивалась на дне. Крестиком. В одной-две ниточки. Бэкстич, там, буквально, пару стежков. И вот в планах, как только у меня получилось, сразу она у меня пошла на оформление. Хотелось мне ее оформить в белую рамку, но мой мастер мне предложил вот такую рамку. Молочного цвета и нижняя рамка идет тоненькая, светло-зеленого цвета. Мне очень нравится, как получилось. Зелененькая рамочка нежно подчеркивает всю композицию. Ну, а светлая рама придает еще больше воздушности и легкости. Очень приятная, красивая, такая освежающая получилась картина. Нравится оформление. Оформление у нас, в принципе, ну, я не могу сказать, что по сравнению с другими багетными мастерскими, в принципе, недорого. Ну, а, в общем-то, конечно, дороговато. Хотя мне и делают скидки, ну, знаете, куда деваться. Хочется оформлять, хочется радоваться, видеть свои картины на стенах. И вот мы сейчас сделали покраску. Я сняла все картины, натаскалась их. И кое-что я уже повесила, а кое-что мы будем заново вешать. Я буду компоновать их вместе то ли по сюжетам, то ли по стилю, по рамкам. Не знаю еще, как все это будет выглядеть. И заново буду их размещать. Я вам потом, надеюсь, у меня получится вам показать все мои картины в интерьере. Покажу. Так, ну, это самая главная новость мая. Оформленные картины. И перейдем к моим процессам. Итак, девочки, самым главным процессом этого месяца у меня стали мои рыбки. Тропическое изобилие. Вот так хранится у меня в рулочке этот процесс. Яркая, красивая картина. Сейчас показываю вам со стороны во всю длину. Я надеюсь, видны все вот эти краски. С близкого расстояния я вам все показывала. Когда снимала видео отчетное о завершении, у меня оставалась где-то вот верхняя часть зашить. И я в мае трудилась над завершением этой картины. Пока, конечно, нет в планах на оформление. Наверное, потому что пока к ней нет никакой пары. То есть она у меня в таком стиле морском единственная. Есть у меня, конечно, корабль еще не оформленный. Но я планирую его отформить и подарить мужу в офис. И он в другом стиле. Туда не подходят рыбки. Сюда нужно вышить еще каких-то рыбок. Знаете, вот мечтаю купить рыбку смешанной техники от Чаариной Мэти. Очень-очень красиво. Если вышить пару таких рыбок и сделать центральную картину, да, вот эту. И по бокам сделать двух рыбок смешанной техники. Мне кажется, будет очень здорово. Ну, как-то так. Такие у меня мысли, планы. Мне приятно, что в мае месяце у меня появилась законченная работа. Мне хочется, чтобы каждый месяц у меня что-то завершалось. Вот. И вот она, картина. И после моих тропических рыбок я решила направить свои силы на отшив набора Custom Crafts. Это петух. Очень красивый акварельный сюжет. Вышивать легко. Я рассказывала вам в видео. Покажу вам, что у меня получилось. Не очень презентабельно выглядит сейчас вышивка, потому что очень много припарковано ниточек. Я вышиваю здесь парковкой, ну, скажем так, ленивой парковкой по цветам. И все равно ниточку паркую, не дошиваю до конца. Соблюдаю некоторые границы. Поэтому, вот видите, очень-очень много ниточек припаркованных. Так старалась дошить вот этот вот ряд. И все-таки не получилось. Остался очень маленький кусочек. Вот здесь сбоку. Потому что и неудобно. И, честно вам скажу, несмотря на то, что вышивается легко, вышивается как-то немножко скучно. Так как вышиваешь, вышиваешь, а какого-то сюжета не видно, не видно каких-то деталей. Нет здесь вообще деталей. Здесь все идет акварель, поэтому все идет сплошными пятнами. Отшился у меня вот, было отшито так. Отшился вот такой вот большой кусок. Достаточно много по кресикам для меня, потому что я не каждый день вышивала. Поэтому для меня достаточно большой кусок, но устала и захотелось мне переключиться на что-то маленькое и что-то более такое конкретное, где будут какие-то элементы. И я переключилась на другую вышивку. Вот этот процесс я не откладываю. Также в июне я буду продолжать его вышивать. В июне я также буду продолжать работать над этой вышивкой. Мне нужно сейчас переставить кюснапы и будем продвигаться потихоньку. Буду вышивать и другие процессы, разбавлять немножко. Ну вот он у меня как бы в планах. Насколько будет у меня настроение, я буду его вышивать. Если я совсем устану, процессов начатых у меня много, переключусь на что-то другое. Итак, это мой процесс Майя номер 2, над которым я усиленно работала. И процесс номер 3, над которым я немножко поработала. Он у меня послужил некой отдыхалочкой, разбавлялочкой. Это черивно мыть, набор смешанной техники, чай с клубникой. Посмотрите, как я организовала этот процесс. Вот такие мои папки, которые я покупала в большом количестве. И они меня спасли и выручили, потому что в них помещается все необходимое для организации процесса. И все мои процессы, значит, и сейчас организовываются именно вот эти папки. Здесь бисер, схема. Вот такой у меня органайзер, дубка с иголочками и ниточками. Хочу немножко сказать о нитках. Нитки здесь ПНК, наверное, старого образа. Они очень тонкие. И вышивать ими. В принципе, удобно, но вытаскивать с органайзера очень удобно. Это целая процедура. Нужно эту нитку аккуратно-аккуратно вытащить. Они там огромной длины, эти нитки. И пока их соберешь там в три ниточки, эти длинные нитки сложишь, обрежешь пол нитки, чтобы можно было. То есть я вытаскиваю три нитки, складываю вместе, обрезаю пополам, получается две рабочие нитки. Эта вся процедура такая долгая и нудная. Вот они путаются там, наверное, потому что они очень тоненькие. Вот они путаются в этих нитках. Там пока вытащишь, пока распутаешь. Ну, неприятный момент. А вышивать ими очень удобно, в принципе. И получается по плотности, как будто мы вышиваем в две ниточки ДМС. Вот такой ток у меня получился. Красивая бабочка с очень аппетитным вареньем. Я буду думать, что это клубничное варенье. Там находятся видны очертания клубничек. Они будут вышиваться бисером. Бисером буду вышивать в конце, когда все вышлется, постирается, погладится. Потом заполню участки бисером. Очень приятно вышивается. Несмотря на то, что вот эта процедура с распутыванием не так мне не нравится. А процесс просто летит. Все очень удобно. Схема хорошая. Просто легко вышивается. Удовольствие. Вот такой у меня был еще процессик. Ну что, девочки. Вот такой у меня был рукодельный май. Для меня, в общем-то, достаточно плодотворный. Надеюсь, июнь будет более плодотворным. Очень хочется, чтобы в июне появились какие-то законченные процессы. Ну а там как сложится, настроение меняется. Все-таки это творчество. И нужно позволять себе разные шалости отходить от планов. И вышивать то, что хочется сегодня. Чего вам желаю. До новых встреч. Пока.